Доброе утро! Соня, почему же ты не взбодрился с утра? Ты свой любимый кофе пил? Пил, но как будто тело проснулось, а голова вообще нет. Руслан, я уверена, что проснуться тебе помогут секреты красоты от нашего эксперта рубрика «Про бьюти». Всем привет! С вами я, Ксюша Антонова, и вы смотрите «Про бьюти». Наша сегодняшняя тема – как сохранить укладку в течение дня. Если вы хотите красивую укладку на весь день, то в первую очередь волосы должны быть чистыми. При формировании укладки используйте стайлинговые средства по типу волос. Например, то, что подходит для бьющихся от природы волос, совсем не подойдет для прямых. Правильное средство всегда вам может порекомендовать ваш стилист по волосам. В течение дня старайтесь как можно реже трогать волосы руками. Именно тактильное воздействие делает наши укладки менее носкими. А сейчас мнение бьюти-эксперта по волосам, стилиста Романа Цокоти. Роман, что можете добавить по нашей сегодняшней теме? Главный секрет в сохранении укладки – это сухой шампунь. Нанесите его на прикормивую зону, и успех гарантирован. Спасибо, Роман. На сегодня это все. Вы смотрели «Про бьюти» с Ксюшей Антоновой. Желаю вам приятного дня. Кать, ты знаешь, начинаю потихонечку получать заряд бодрости и позитива. А еще, ты знаешь, я вспомнил, что в детстве была такая традиция – кушать варенье с мороженым. С радостью бы сейчас поел. Руслан, это так вкусно. А мне вот интересно, какие традиции есть у наших жителей? Сейчас мы с тобой об этом узнаем, а поможет нам в этом наш корреспондент и рубрика «Про опрос». Всем привет, это рубрика «Про опрос». Давайте сегодня узнаем, какие летние традиции есть у жителей Одинцова. Наверное, самая главная летняя традиция – это здорово и весело проводить свободное время в хорошую погоду и не унывать в плохую. Вместе с семьей ходить в отпуск куда-нибудь на море. Можно, в принципе, в Подмосковье сейчас очень хорошо отдохнуть. Мы любим в деревне отдыхать. Помимо этого, в лес ходить, купаться обязательно. Синокос, грибы, ягоды. Ну, гулять на самокатах, ездить в деревню на поллета. Все. Я на чем занимаюсь? Копаю грядки. Ну, я тоже. Мы вместе гуляем на самокатах. Еще иногда ездим с родителями на море. Мы отдыхать всегда едем, но на площадке еще ходим и в другие места. Сегодня мы узнали, что летние традиции у Одинцовцев самые разнообразные. Кто-то предпочитает гулять по парку, кто-то отправляется отдыхать на дачу, а кто-то активно занимается спортом. А с вами была Эмилия Ракелян. Пока-пока. Руслан, а еще летом я очень люблю собирать землянику. Ты со мной? Конечно. Но мы же можем и другие ягоды пособирать. Я, например, слышал, что мне подходит желтая малина по гороскопу. Да, давай так сейчас это и узнаем. А поможет нам в этом наш эксперт Виктория Штельхорн. Доброе утро. Это рубрика про гороскоп. Меня зовут Виктория Штельхорн. Рекомендации для каждого из вас на этот день. Итак, начинаем с овнов. Овны. Королева Жезлов рекомендует вам сегодня не стесняться быть самим собой, проявлять себя, говорить все так, как вы чувствуете, выражать свое мнение очень открытое, очень по-настоящему. Потому что именно такая позиция, такое поведение могут вам сегодня помочь. Либо предоставить какие-то плюсы, либо дать какие-то возможности. Также Королева Жезлов – это аркан, который является очень сердечным, очень честным, очень искренним. Вот быть вот такой душой, быть таким настоящим искренним человеком, особенно в компании, вам крайне-крайне сегодня рекомендуется. Раскрывайте свои таланты и будьте собой. Тельцы. 14-й старший аркан умеренности рекомендует сегодня искать оптимальное состояние, оптимальную величину, оптимальную скорость, оптимальную температуру. Не делать контрасты, не очень мало и не очень много, а находить вот эту идеальную золотую середину. Умеренность – это аркан баланса, гармонии. И отсутствие перекоса. Поэтому сегодня заняться своим энергетическим балансом, либо просто навести в порядке каких-то жизненных обстоятельств, крайне-крайне полезно. Близнецы. Десятый старший аркан – колесо фортуны, колесо судьбы или колесо удачи. Есть у него разные названия. Рекомендует вам быть собой. Ваша истинная природа, как у всех близнецов, – это быть активным, получать разную информацию, изучать разную информацию, разные языки, общаться, путешествовать, коммуницировать, не бояться поменять какие-то планы, одновременно заниматься разными делами. Короче, близнецы. Отпустите немножко события на ветер, и вы увидите. Фортуна и удача точно к вам заглянут. Раки. Четверка вечер рекомендует вам сегодня придать особо важное значение своим мыслям, своим внутренним размышлениям, которые связаны не просто с какими-то бытовыми вопросами, куда поехать, что купить, а с какими-то духовными, глобально важными, возможно, даже крайне жизненно важными вопросами, которые вы внутри переживаете, осознаете. Успокойтесь, замедлите. Сейчас время подождать и дать событиям случиться самим. Но в это время, в течение дня, осознайте тот путь, который вы прошли, да, либо какие-то события, которые у вас прошли. Львы. Тройка кубков рекомендует вам не бояться каких-либо перемен, каких-либо случайностей, каких-либо стечений обстоятельств, которые вы, ну, никак не ожидали. Тройка кубков – это всегда сюрприз, но при этом это удача, возможность, шалость, игра, которая порой не несет за собой никакой цели и никакого результата толкового. Но процесс, наслаждение, радость, игра – вот это прямо очень вам сегодня рекомендуется. Делы. А для вас, наоборот, в отличие от львов, четверка кубков рекомендует, наоборот, замедлиться, при некоторой такой стабильности, постараться даже уединиться, если будет такая возможность, в некоторую рутину погрузиться. Возможно, в вашей жизни было немало каких-либо перебадов, случайностей, игры, озорства, шалостей. Я надеюсь, что теперь вот очень рекомендуется, наоборот, очень даже успокоиться, замедлиться, никуда сильно не спешить, привести дела в порядок и постараться сделать так, чтобы никакие эмоции со стороны на вас не влияли. Весы. Десятка жезлов рекомендует сегодня приложить максимум усилий. То есть, если кажется, что вы с чем-то не справитесь, что-то не успеете, может отменить, перенести на потом, ни в коем случае. Все делаем сегодня. Вот все, что вы хотели сделать в течение недели, успеваем сегодня, как хотите. Десятка жезлов также рекомендует не бояться, а даже возжелать взять на себя ответственность всех тех задач и дел, которые касаются не только вас, но также ваших близких или родных. Скорпионы. Для вас рекомендация сегодня девятка Пентакли, а значит, пора вкладывать внимание в самого себя, в инвестиции в себя, материальные, эмоциональные, любого плана, в себя любимого. Осознай также свой уровень, свою ценность, свое достоинство. Возможно, вы сегодня поймете, что ваши услуги как-то уже стоят дороже, чем обычно. Вот осознайте свою ценность, что у вас есть за регалий, что вы из себя представляете, и что вы еще можете или хотите в себя вложить. Стрельцы. Шестерка Пентакли рекомендует вам сегодня быть щедрыми на то, чтобы отдавать другим, отдавать тем, кому что-то от вас требуется. Может быть, буквально ваше время, не обязательно это деньги, либо какие-то ресурсы, или помощь. И в том числе принимайте то, что дается вам. Вот этот энергообмен, он сегодня может быть крайне важным. И какие-то инвестиции, которые вы сделаете сегодня, могут откликнуться и быть очень даже полезными, продуктивными для вас в будущем. Козероги Паш Мичей рекомендуют в течение дня не торопиться, не делать поспешные выводы, брать остановку, паузу, вот прям перед их, чтобы посмотреть на ситуацию со стороны. Не упирайтесь в одну точку зрения, не смотрите на все только вот под одним ракурсом. С очень-очень разных сторон желательно все изучить, осмотреть, обдумать. И даже себя постарайтесь оценивать, как бы глядя со стороны. Да, вот такой наблюдатель за ситуацией. Видать, сегодня вот вовремя принять правильное решение, может быть, будет не так легко. Водолей, король жезлов, вам очень рекомендуют быть настойчивыми, сильными, заряженными. Я бы даже сказала, не побояться разозлиться, проявить некоторую агрессию, настойчивость. Ах, почему не получается? Сейчас получится. Ах, почему не идет, по-моему, сейчас устрою. Вот что вас отчасти даже, можно сказать, злит? Король жезлов, он такой. Он имеет хорошее намерение, адекватное намерение. У него есть планы, он готов все делать, добиваться. Но порой его очень сильно мотивирует, наоборот, обратная какая-то злость, агрессия. Вот на что вы уже на себя так разозлились, что это становится вашей мотивацией. Приступайте к действиям. И рыбы, для вас шестерка мечей. Плывем по течению. Просто плывем по течению. Порой строить планы, двигаться к ним. Не настолько является эффективным методом движения, нежели пассивность и принятие того, как складывается ситуация. Куда вас ведет жизнь? Вот куда все события вас ведут? Куда все вас движет? Как все складывается само по себе? Примите это. И, возможно, это станет для вас действительно самым подходящим направлением. Прекрасного дня. Катя, ты знала, что сегодня день довольных сотрудников. Я вот, например, обожаю свою работу, и мне очень нравится встречать утро вместе с тобой и нашими телезрителями. Руслан, я полностью тебя поддерживаю. А ты знал, что сегодня 13 июля международный день головоломки. Кроссворды, ребусы, между прочим, очень полезны для ума. И, кстати, первая головоломка в виде пазла появилась в 18 веке в Англии. Ничего себе! А я тебе предлагаю еще отметить день картофеля фри. Ты знаешь, первый картофель фри появился в 1861 году в Бельгии. Ох, я бы с радостью сейчас отведал картошечку фри. Руслан, обязательно приготовим, но только после программы. А пока я предлагаю тебе сжечь калории, и поэтому смотрим сюжет прямо из нашего парка культуры, спорта и отдыха. Арбузный кросс-класс! Удобные кроссовки, настрой на победу и любовь к спорту. Всех любителей бега собрал на Лазутинке 50-й арбузный кросс. Стартуем только после выстрела пистолета! Пробежать вместе с семьей несколько километров – настоящий праздник здоровья, бодрости и позитива. Мы каждый год участвуем в соревнованиях, участвуем уже десятый год подряд, бегаем всей семьей. Замечательный праздник культуры, спорта. Собираются замечательные люди, у нас замечательное настроение. И всем, кто бегает, желаю всем легких ног. На Лазутинке дети и взрослые, молодежь, старшее поколение. Кто-то участвует впервые, но для многих арбузный кросс – добрая традиция. Ну, это мероприятие, конечно, каждый год проходит, я всегда в нем участвую в качестве почетного гостя, в качестве участника, награждаю и там, и всегда хожу, общаюсь с людьми, со спортсменами, с любителями. Соревновались и самые юные участники – пятилетние спортсмены. На старте и финише их поддерживали главные болельщики – родители. Мы, да, участвовали в том году, да, бегали тоже. Вот, а так потихоньку здесь участвуем, ходим в велосекцию. У него еще есть старший брат и старшая сестра. Сейчас сестра бежит, брат чуть попозже побежит. Она пошла по стопам старших сестер, тренируется с ними, бегает, занимается. В арбузном кроссе участвуем второй год. В этом году чуть-чуть постарше, в прошлом году маленькие были. В этом году удачно выступили, да. Побегать от души смогли все участники арбузного кросса. Кроме того, помимо основных стартов, состоялся еще и фан-забег для партнеров парка. Всего сегодня у нас заявлено 22 забега в различных возрастных группах. Самым маленьким участникам всего несколько лет. Ну и, соответственно, есть забег ветеранов. Сегодня мы впервые проведем корпоративный фан-забег, куда мы пригласили всех наших друзей, партнеров. И, наверное, цель этого забега создать максимальное настроение. То есть люди могут выйти со своими флагами, в своей экипировке. Любая, как говорится, любая фантазия здесь только приветствуется. Спортивный праздник прошел на ура. Все победители и призеры получили медали, награды и, конечно, арбузы. На самом деле мы с детства участвуем в арбузном кроссе. И с мужем первый раз в 2009 году даже вдвоем победили на арбузном кроссе. И поэтому для нас это самый, наверное, главный, особенный праздник осени. Во-первых, традиционно проводится такой замечательный кросс, арбузный кросс. И сегодня мы проводим его 50-й раз. И нам даже вот погода, с погодой очень хорошо повезло. Здесь очень много детишек абсолютно разного возраста. И вот все подготовленные, такие замечательные медали им вручаются после финиша. Я вижу, что у всех прекрасное праздничное настроение. И хочу пожелать здоровья всем и благополучия. Кать, ты всегда так приятно удивляешь. Руслан, я приготовила для тебя еще один сюрприз. У нас в студии руководитель Одинцовского парка культуры, спорта и отдыха Николай Круглов. Здравствуйте. Доброе утро. Здравствуйте, Николай. Николай, у вас в парке всегда такое большое разнообразие мероприятий. Расскажите, пожалуйста, что ждет посетителей в летний период. Есть какие-то ли сюрпризы новые? Ну, на самом деле, действительно, команда парка хорошо подготовилась к этому летнему сезону. Я надеюсь, что не хуже мы подготовимся и к зимнему. По сути дела, сегодня практически каждый день на Лазутинке есть что-то интересное. То есть в будние дни мы в большей степени, наверное, готовы предложить нашим посетителям различные спортивные тренировки, мастер-классы, все, что так или иначе связано со спортом и здоровым образом жизни. В вечернее время у нас есть небольшие развлекательные блоки. Безусловно, есть блоки для детей. Ну и самые, наверное, насыщенные дни – это выходные. Суббота и воскресенье с самого раннего утра до позднего вечера. Всегда есть чем заняться, всегда есть чем себя порадовать. И, наверное, пользуясь случаем, я хотел бы пригласить всех наших зрителей подключиться к телеграм-каналу нашего парка, посетить официальный сайт. Почему? Потому что в телеграм-канале и на официальном сайте мы в ежедневном режиме даем самую свежую информацию со всеми анонсами, в том числе и на предстоящую неделю. Поэтому я уверен, вы ничего не пропустите. Как здорово! Я даже не знал, что в будни там есть программа. Надо обязательно подключаться, следить за новостями. А расскажите, пожалуйста, вы ориентируетесь на другие парки, когда продумываете программу? Или есть какие-то отличительные черты, которые есть, например, только в нашем парке Воденцова? Ну, безусловно, мы мониторим то, что делают коллеги, и не только в Воденцовском городском округе, и в Подмосковье, и в других регионах. В общем, стараемся держать руку на пульсе. А если говорить об отличительных особенностях, то мы считаем, что таковой в нашем парке, естественно, является спортивная составляющая. То есть мы, наверное, со всей уверенностью можем сказать, что мы самый спортивный парк не только Подмосковью, но, смею предположить, что и город Москвы. Поэтому мы стараемся строить всю нашу работу вокруг основной, нашей отличительной особенности. Это все про спорт, про активный отдых, про здоровый образ жизни. и, соответственно, стараемся вот эту основную специфику дополнять различными блоками. То есть все крутится вокруг спортивной составляющей. Ну, давайте, наверное, приведу пример. Если вы приезжаете в парк всей семьей, предположим, папа предпочитает пойти, не знаю, покататься на лыжероллерах, при этом мама думает, о чем же заняться с ребенком. В этом случае мы, конечно, рады предложить нашу детскую зону развлечений. Или, например, мама, наоборот, хочет отдохнуть, погулять по лесу, послушать пение птиц. Она отводит ребенка в детский клуб, отдает аниматорам, у нее появляется какое-то количество свободного времени, она идет на природу и наслаждается красотами подушкинского леса. Ну, а потом всей семьей можно зайти перекусить либо на фудкорт, либо в наше кафе, ну, и принять участие в разнообразной развлекательной программе, которая чаще всего проходит либо на главной сцене, либо в помещениях в случае плохой погоды. Здорово. То есть каждому найдется свое какое-то занятие. Это здорово. Безусловно. Но и для тех, кто предпочитает спорт, активный отдых, здесь огромное количество различных сопутствующих сервисов, начиная с прокатов спортинвентаря, оборудования, зоны сервиса, магазинов, спортивной экипировки, тренеры, персональные тренировки, групповые. То есть если вы хотите потратить время для того, чтобы провести его активно, вам однозначно на лазутинку. Здорово. Мы обязательно сходим с тобой в расслабленную. Да, обязательно. И я думаю, что даже можно что-то новое попробовать. Видишь, даже если есть и прокаты, и тренера, обязательно надо будет что-то пробовать новое. Николай, вот нам интересно и нашим телезрителям тоже, как проходит ваш рабочий день. Может быть, вы тоже и уделяете время и работе, и спорту. Ну, на самом деле, не могу похвастаться тем, что он проходит однообразно, учитывая то, что мы все-таки бюджетное учреждение, и, в общем, сегодня к паркам приковано такое достаточно пристальное внимание. На самом деле, совершенно не зря, и здесь, наверное, могу похвалиться, что, например, в июне, в этом году, наш парк посетило 180 тысяч человек. Вы только представьте себе эту сумму. Ну, для того, чтобы оценить масштаб, скажу, что год назад, в июне месяце, наш парк посетило всего 85 тысяч человек. То есть, рост более 100 тысяч за год, и мы видим, что динамика эта сохраняется от месяца к месяцу. И, конечно, на парк это колоссальная нагрузка на всю команду, на весь обслуживающий персонал. И поэтому, мы вынуждены сегодня работать в таком усиленном режиме. Ну, а если говорить про распорядок дня, то чаще всего с утра мы проводим какие-то статусы по текущим задачам, по плановым задачам, смотрим, что сделано, что предстоит сделать, определяем приоритеты, потому что, конечно же, на все не хватает наших сил, и в этом смысле приходится определять, что важнее здесь, сейчас, на что сделать основной упор, ну, а что можно отложить на более поздний период. Затем, как правило, идут какие-то встречи, совещания, взаимодействия с партнерами, естественно, мы обсуждаем наши проекты по развитию, потому как здесь мы тоже не можем останавливаться и стоять на месте. Ну, и в вечернее время чаще всего я стараюсь выделить хотя бы час-полтора для того, чтобы выйти самому позаниматься спортом, потренироваться, и здесь совмещаю приятное с полезным, потому что тренировка, как правило, совмещена с инспекцией по парковой территории, я стараюсь всегда выбирать разнообразные маршруты для того, чтобы, в принципе, своими глазами видеть все то, что я получаю в течение дня в виде различных фото-видео отчетов о проделанной работе, то есть, в принципе, можно своими глазами увидеть, что вот здесь все сделано хорошо, вот здесь нужно еще что-то подтянуть, поэтому стараюсь держать руку на пульсе и, в принципе, наверное, максимально погружен во все то, что происходит сегодня на Лазутинке. Вообще-то здорово, когда есть возможность вот так лично пройтись, посмотреть, что где такой, скажем, обход совершить. Совместить приятное с полезным. Ну, единственный минус, что чаще всего это происходит практически в ночное время, поэтому не всегда удается при свете дня этим позаниматься. Николай, у вас есть какие-то любимые места? Ой, любимые места, но вообще скажу откровенно, что мне нравится вся территория парка Лазутина и совершенно искренне могу сказать, что вся команда парк пытается сделать ее еще лучше. Если говорить о каких-то моих персональных предпочтениях, то мне очень нравится пешеходный маршрут, который мы завершили в прошлом году, сейчас там, правда, доделываем небольшие нюансы и штрихи, и я думаю, что в ближайшее время мы его уже откроем в полном объеме, что называется. Он уже сейчас открыт для посетителей, но чуть-чуть еще надо кое-что поделать. И я получаю истинное удовольствие, потому что потрясающая природа. Сегодня этот маршрут стал максимально комфортным. Проблема была с тем, что раньше, например, в плохую погоду там было некомфортно, там было откровенно грязно, потому как грунты достаточно проблемные в Подушкинском лесу. Но нам удалось решить эту проблему, мы благоустроили нашу двух с половиной километровую трассу пешеходную. И сейчас она открыта для всех желающих как раз пройтись, пробежаться, прокатиться на велосипеде. Она с идеально ровным рельефом, там нет ни одного подъема, ни одного спуска. Идеально для начинающих, для мамочек с колясками, ну и в общем для всех тех, кто любит спорт и активный отдых. Вообще это здорово, когда есть место, я думаю, что немногим жителям вообще Московской области так повезло, где рядом с городом есть место, где можно заниматься спортом и гулять, и просто там какие-то прогулки совершать, заниматься. То есть это... Встречаться с друзьями, общаться, посидеть в кафе, посидеть на летней веранде, мне кажется, это просто потрясающе. Универсальное место для отдыха, спорта. Николай, а вот расскажите, какие у вас планы на будущее, может быть, что-то хотите уже реализовать, вместе придумали с командой? Да, на самом деле у нас большое количество планов, и, наверное, я не буду вдаваться в детали, но в какие-то мелкие истории, связанные там с наполнением, с развитием каких-то сервисов. Благо, сегодня есть о чем рассказать в плане инфраструктурных проектов. Мы считаем, что сегодня эта задача первостепенна. Почему? Потому что, конечно же, вся команда парка и многие посетители понимают, что на Лазутинке, к сожалению, пока еще довольно остро стоит проблема разделения потоков. Народу становится все больше, трасса, к сожалению, ограничена в своем объеме, я имею в виду нашу лыжероллерную трассу, и поэтому, наверное, все наше внимание сейчас сконцентрировано на то, чтобы создать альтернативные маршруты и таким образом развести потоки посетителей, то есть те, кто на лыжероллерах, на велосипедах, на роликовых коньках, ну, в общем, на колесах, это лыжероллерка. Все, кто бегом, пешком, не знаю, с колясками, с собаками, на самокатах, пожалуйста, пешеходный маршрут. И, как я уже сказал, в прошлом году мы благоустроили двух с половиной километровый отрезок нашей пешеходной трассы общей протяженностью четыре километра. До конца этого года мы планируем благоустроить оставшуюся часть протяженностью полтора километра. Мы планируем часть этого маршрута, на части этого маршрута смонтировать систему искусственного освещения и, соответственно, планируем также искусственное освещение сделать на нашей экотропе, которая соединяет парк Лазутиной с деревней Жуковка. Поэтому я думаю, что к концу этого года, к зимнему сезону, у нас появится полноценный набор трасс для абсолютно любой категории наших посетителей. Роллерка, она довольно сложным рельефом, это для более подготовленных людей. Соответственно, пешеходная трасса и экотропа, они будут для тех, чей уровень подготовки пока, ну, так скажем, не позволяет в полной мере ощутить все прелести сложной трассы. Ну, а вообще, на зиму мы планируем, что в этом году у нас будет функционировать как минимум 17 километров лыжных трасс, и это, опять же, наша отличительная черта и основная точка притяжения. А вот знаете, мне, мы коснулись темы интересные, хотел задать вопрос, а как вы считаете, правильно ли вообще разграничивать потоки, допустим, чтобы люди могли только на велосипедах кататься, допустим, на роллерах, ну, и вводить какие-то жесткие ограничения, и вообще возможно ли это? Вы знаете, мне кажется, что это, пожалуй, единственная возможность для того, чтобы создать максимально комфортные условия для всех категорий посетителей, и мы абсолютно не против того, чтобы люди гуляли, в том числе и по ЛРТ. На самом деле, проблема заключается в том, что просто посетители не соблюдают правила установленные, и, к сожалению, сегодня у администрации парка не так много механизмов и рычагов для того, чтобы эту ситуацию выправить. Я убежден, что это должна быть совместная работа вместе с посетителями, мы просто должны понимать, что если мы выходим на ЛРТ, это зона повышенного риска, скажем так. Да, конечно, само собой. Это большие скорости, это лыжероллеры, у которых нет тормозов, и, может быть, я сейчас открою маленький секрет, но лыжероллеры со спуска разгоняются до скорости 50-60 километров в час, представьте себе. При этом у них нет тормозов, и вот разойтись с человеком, который вышел за пределы разметки, а тем более идет в наушниках, слушает музыку или разговаривает с друзьями, бывает очень сложно. Поэтому здесь либо мы все соблюдаем правила, и тогда ни у кого никаких проблем, всем комфортно, минимум травм и различных инцидентов, либо просто-напросто придется разграничивать потоки и уводить тех людей, которые пришли просто погулять на трассу, не связанную со спортом и с повышенным риском. Других, к сожалению, путей я не вижу, но и в предыдущем вопросе вы спрашивали о планах, наверное, такой самый масштабный план мы планируем реализовать уже в следующем году. Я надеюсь, что нам удастся реализовать проект велодорожки, которая соединит парк Лазутиной с микрорайоном Трехгорка и, соответственно, с парком Малевича. То есть уже надеюсь, что к концу следующего лета можно будет прийти на Лазутинку, взять в прокате велосипед, поехать по комфортной велодорожке из гранитного отсева и приехать либо в Малевич, в парк Раздолье, либо, соответственно, в микрорайон Новая Трехгорка, где также будут размещены прокаты, сдать велосипед там, ну, или вернуться назад к нам в парк. То есть все это очень серьезно, я думаю, что решит проблему, создаст очень хорошие условия для решения проблемы с разведением потоков и всем будет комфортно. Ну, звучит вообще замечательно. Доехать из Заденцова и с нашей Лазутинской трассы до парка Малевич, погулять там. Сразу можно посетить два парка, да, получается? Да, три получаются. Ну, кстати, можно совместить приятное с полезным, например, с ребенком сесть на велосипед, с комфортом доехать до Раздолья, там погулять, покататься на каруселях, не знаю, как-то с пользой провести время, ну, а потом уже оттуда добраться до дома. Тоже прекрасная программа выходного дня. Николай, расскажите, пожалуйста, я думаю, что многим телезрителям будет интересно, можно ли прийти в парк и поучаствовать в каких-то открытых тренировках, мероприятиях, то есть найти новые какие-то знакомства, друзей, влиться, вот, скажем так, в какую-то спортивную тусовку. Да, конечно, сегодня в парке сформирован целый пул настоящих профессионалов, лидеров российской фитнес-индустрии, которые предоставляют тренировки по совершенно различным направлениям. Это и бег, это скандинавская ходьба, это йога, различные растяжки, зумба, тренировки по ОФП, силовые тренировки. В общем, там целый набор активностей на любой вкус для любого возраста, начиная с маленьких детей, заканчивая нашими уже возрастными посетителями. вся информация есть в нашем телеграм-канале, вся информация есть на официальном сайте. Больше того, я могу сказать, что львиная доля всех этих активностей, она абсолютно бесплатная, то есть нужно просто зарегистрироваться, записаться на тренировку, прийти в парк и получить заряд бодрости и хорошего настроения. Здорово. Я думаю, все, все на Лазутинку. Николай, спасибо большое за увлекательную беседу, мы очень рады, что вы к нам пришли. Спасибо вам большое и еще раз пользуюсь случаем, приглашаю всех в наш замечательный парк Лазутиной, мы будем рады всем гостям. Всего доброго, спасибо. Руслан, а ты знаешь, что этим утром нас ждут не менее интересные беседы? Конечно, знаю, Катя. Я думаю, самое время о них узнать в рубрике про спорт. Давайте начнем с Азов. Как правильно держать ракетку? Я обычно вот так держу. Ну, практически правильно, только давайте я вам объясню, что я правильно положу. Мы берем вот так ракетку, разворачиваем ровно, чтобы перпендикулярно смотрел вверх, обут, и стараемся вот так аккуратно ее взять. Вот так, да. В принципе, это правильный такой хват ракетки. И в таком положении? В таком положении стараться делать такие простые удары. Там есть аспект, конечно, что мы пальцами еще переворачиваем ракетку, пальцами переворачиваем и делаем удар бэхэндом. Назовется удар слева, левой стороны. Это который вам, когда валом летит слева. Это вы должны вот этим пальцем делать. Потом опять переворачивать в обычный хват. Пальцы быстро. Это все делается быстро. Быстро. И делать обычные вот наши удары. Вот обычные наши удары, да. Чуть-чуть уворачивать кисть, делать удары. Чтобы сделать, произвести еще может какую-нибудь средство в одну сторону, в другую сторону. Но это уже более высокий уровень. Пока просто делаем так и стараемся кисточкой бить и рукой. Тогда давайте сейчас попробуем поиграем. Давайте попробуем. Снизу, фоврально. Попробуйте подать подачу. Вот получилось. Так, у меня даже получается. Отлично. Отлично получается. Подачу сразу подали. В принципе, метр 15 сантиметров. Какие самые хитрые элементы, чтобы заставить противника прям не поймать валанчик? Есть такие? Да, есть такие элементы, где удары на противоходах, как тактические удары, так и технические, тактические удары, которые совершаются с обманом. Показываем в одну сторону, а играем в другую сторону. Различные обмываются кистью. И это тоже действует как обманный удар. А можете прямо сейчас показать нам? Давайте, что-нибудь покажу. Идет задержка, например, показываем, что бьем высокий, замакиваемся, все высокий, и потом при этом же ударе тоже замакиваемся, и не отбрасываем, разворачиваем кистью и делаем подставку на сетку. Вот сейчас покажу первую назад, подликет, а вторую мы так же замакиваем и делаем подставку. Человек уже бежит назад. Один из многих там элементов обманудара. А есть еще какие-то, я слышала, крученые варианты, да, или это более уже... Да, конечно, есть. Это, по-моему, удары на сетке, которые мы совершаем. Стараемся делать удары пальцами, с проворотом чуть-чуть ракетки. Соответственно, Валан, вот если я сыграю Валанчик, он будет крутиться. Видите, как он вращается? Понятно. Когда эти удары идут в заднюю линию, они немножко все-таки, Валан уже у нас сначала крутится, если мы подрезаем Валан, сначала Валан крутится, но когда он уже подлетает в сетке, все-таки он уже раскручивается и летит обычная, как-то при его, как при обычном ударе. Поэтому они не такие эффективны, как удары на сетке, которые мы можем сделать и подкрутить. И Валанчик у нас будет вращаться, и соперник может у нас отбить Валанчик не по головке Валана, а по тиру. Соответственно, Валанчик не перелетит. Вот такие подрезные удары у нас участвуют. В одну сторону и в другую сторону. И еще в эту сторону и в эту сторону. Вот в основном такие удары. Ну, еще, конечно, есть переводы, чтобы стараться сделать их, сделать Валан, как бы, обволакиваться. Получиться? Ну, попробуем. Именно, чтобы мы обволакиваем Валан, чтобы он как раз при этом подрезается. А, он закручивается, да? Он закручивается, да. Он выходит в каждый удар, делаем, и вот он. И он очень сильно вошлится. Видите, его тяжело отбить, потому что он прилетает вперед. Но это удары, говорю, которые делаются снова возле сердца, которые мы можем подрезать. А так скорость Валан не дает нам сделать эти удары. Там уже идут силовые удары, которые именно пробивают. Смешим, но у меня могут дети вам показать некоторые такие силовые удары, которые уже быстро залетают, и человек просто не успевает. А вообще-таки именно обманы и все они очень хорошо проходят. А вот скажите, на соревнованиях вообще вот эти все приемы учитываются как-то по-особому или нет? Нет, не учитываются. У нас, что ошибка, это минус очко, или там забитый Валан, поле очко, что, как я уже сообщил вам, что если неправильная подача, то уже минус очко, то тоже пол. Поэтому у нас каждый очко это просто забитый Валан. Не учитывается, у нас по два очка не забьют. То есть мы попали в поле, это очко, все. И чувство сетки, которое у нас очень важно. Чем выше, естественно, Валан полетит, тем хуже. Мы стараемся искать вот этот самый низкий полет над сеткой. То есть даже в миллиметрах он может? Каждый миллиметр важен на высоком мировом уровне. Это у нас же олимпийский вид спорта. Первые 10 ракеток мира, которые в рейтинге, практически каждый удар совершают, касаясь троса перья. Давайте я вам покажу, как летит Валан. У них Валан, потом головка пролетает Валан над сеткой и перья касается. При этом Валан уже у соперника чуть-чуть идет под углом и уже соперник отбивает этот Валан, который уже более как защитный удар. Он переходит в атакующий именно из-за этого чувства сетки. Он касается и головка наклоняется и удар уже совершается ниже сетки и тот спортсмен, который такие удары совершает, получает преимущество атаки в игре. Соответственно, у нас более атакующий вид спорта, который, если мы создаем атаку, в основном процентов 90 атакующий игрок выигрывает кто защищается. Но есть, конечно, такие суперзащитники тоже там из первой десятой, которые очень тоже чувствуют, они и защиту тоже хорошо играют. Но в основном именно у нас надо создать атаку. И вот именно этими ударами создается атака. А вот расскажите, с какого возраста вообще стоит начинать или вообще в бинтону все возрасты похожи? Если на профессиональном уровне, то с 6-7 лет, а можно и с 5 лет. Если человек готов уже, некоторые, конечно, дети еще не готовы психологически приходят и немножко не готовы. А есть, которые уже даже с 5 лет готовы к тренировкам, они хорошо слушают. Чем раньше, я так скажу, тем лучше. У меня ребята возраста 14 лет, 15, 16, и даже есть 17 лет. Но они все начинали с 6-7 лет. То есть это у меня сейчас старшая группа, более такая, они уже сначала были все в младшей группе. Есть тренера, которые прямо с детства тренируют, доводят их до определенного уровня, до 10-11 лет они занимаются у них, учат АЗАМ. Я уже немножко учу уже именно более разнообразно в плане того, что уже готовлю их на турниры. То есть у меня немножко другой этап, уже более старших я тренирую. А можете нам провести мастер-класс по Вадглентону? Ну, поиграть со мной. С вами давайте, конечно, попробуем поиграть. Вадглентону как правильно сюда мне встанет? Вы понимаете среднюю зону площадки, иначе, если вы встанете на сетке, вы не успеете добежать до задней линии. Вот где-то так. Да, где-то так, и примерно начнем первые удары, которые вверху. Я вам буду подавать, вот я вас правильно научил, возьмите правильно ракеточку. Так, вот так. Да, вот так мы берем. Да, и все, и уже готовимся. Да. Готово? Хорошо. Справа. Вот у вас получается. Хорошо. Оп, ну все, вы можете уже в принципе начать уже с моей сценарии, со старшей группы перейти ко мне, пропустив младшую группу. Да? нормально получается, да? Да, очень хорошо получается. Мы уже многое успели за это утро, Руслан. Ну а на десерт у нас осталось самое интересное. Что же это, Катя, давай удиви меня. А удивит тебя наша рукодельница Полина Бахова в рубрике про творчество. Здравствуйте, дорогие телезрители. В эфире творческая мастерская и с вами Полина Бахова. Сегодня мы будем делать необычный подсвечник. Для этого нам понадобится баночка обычная, можно какой-нибудь специфической формы, Затем нужны будут ракушки, потому что наш подсвечник будет в необычном морском стиле, так как на дворе лето и разгар отпусков, ракушек и подобного материала наверняка у всех с отпусков набралось немало. Затем нужна веревка джутовая, можно взять хлопковую веревку любого вида, то есть из натуральных материалов смотрится всегда интересно. и нам понадобится зерна кофе, можно взять песочек декоративный, это тоже подойдет. Для начала нашу баночку мы должны красиво оплести с помощью наших веревочек. Делаем основу, отрезаем по горловине джутовую нить необходимой длины с запасом на узелок. Теперь отрезаем дополнительные веревочки, складываем их вдвое, ну примерно вот такая длина, смотря какая у нас баночка, какой величины. И закрепляем на нашей веревке основе с помощью узлов. Сколько веревочек мы сейчас с вами в ходе работы выясним, потому что их может быть любое количество. Сейчас мы примерим, как у нас получается. В принципе, можно сделать еще одну веревочку, чтобы переплетения были погуще. Так, веревочки мы закрепили, теперь завязываем их вокруг горлышка нашей баночки. Потом ненужное мы уберем. Так, можно даже у нас банка такая специфическая, горлышко не заужено, как у всех баночек, поэтому можно потом прихватить клеем, потому что может спрыгивать. веревочку мы закрепили и теперь оплетаем нашу баночку с помощью обычных узлов. Для этого дополнительные веревки мы между собой в шахматном порядке завязываем обычными узлами. То есть берем с одного узелка веревочку и веревочку с соседнего узелка и делаем между ними, между этими веревочками закрепляем узелок. Итак, все веревочки мы провязываем. Итак, один ряд узелков в шахматном порядке мы закончили. Теперь нужно провязать точно такие же узелки рядочком ниже. Для этого берем опять две соседние веревочки и переплетаем их между собой. У меня джут довольно плотный, он бывает разной джутовая нить. Наверное, потоньше смотрелся бы мягче. Из этого тоже получается очень необычно. Сейчас мы посмотрим, требуется ли провязать третий ряд, или мы можем уже просто закрепить наши веревочки внизу. Таким образом, с помощью техники макраме и плетения узлов мы украшаем обычную баночку. Соскальзывает. Пока включаем клей-пистолет, чтобы он нагрелся, потому что в скором времени он нам понадобится. Так. И натягиваем наши веревочки и возле вот их к донышку равномерно распределяем, натягиваем и закрепляем с помощью такой же еще одной веревки. Крепко завязываем. Все. Так. И можно сделать прямо несколько намоток. Будет смотреться тоже очень необычно. Так. И закрепляем. проверяем, что у нас получилось. Вот так. Нитки ненужные отрезаем. Кончики у нас могут остаться, потому что наш подсвечник будет подвесной. Он будет его куда-нибудь повесить. Оформим горлышко. У баночки оно, как правило, резное, поэтому мы можем его либо обмотать снова веревкой, либо можем наклеить, украсить ракушечками, камнями. Можно также украсить его кофейными зернами, какими-то еще необычными элементами. У нас есть ракушечки. Я выбрала поменьше. С помощью клея пистолета мы будем прикреплять к нашему горлышку. Клей расплавился и пробуем. Можно вот такие вот необычные приклеивать прямо можно к самой баночке либо к веревочкам. Здесь уже мы подключаем фантазию и делаем так, как нам хочется. Украшаем наш подсвечник. Вот такая необычная. Можно с одной стороны сгруппировать все украшения. Можно распределить их равномерно по баночке. Теперь нам необходимо наполнить баночку либо декоративным песком, либо можно кофейными зернами, можно даже рисом. Будет смотреться тоже очень необычно и красиво. Так, заполняем ее дно, то есть можно даже до половины не досыпать, а просто наполнить дно. И теперь внутрь можно поставить свечку. Это может быть либо обычная какая-то большая свеча. Я выбрала небольшую, вот такую вот, которая держится на плаву, и мы поставим ее в нашу баночку. Сюда же можно добавить ракушки, можно добавить какие-то необычные камушки, можно, если баночка большая или емкость стеклянная большая, можно даже сделать целые композиции с маленькими корабликами, лодочками или еще какими-то морскими элементами. Поставим сюда камушки. На кофейных зернах очень красиво смотрятся белые ракушки и камни. Так, и еще мы забыли, вот у нас осталась веревочка как раз для того, чтобы сделать петлю, потому что наша свеча морском стиле будет подвесная. Закрепляем веревочку с двух сторон. Если веревочки побольше было бы, можно было бы лучше обмотать горлышко в несколько раз, чтобы было понадежнее и сделать петельку. Но у нас пока только такой вариант, поэтому делаем из того, что есть. Можно ее закрепить узелочками. завязку. Завязываем. Так, убираем ненужное, можно сделать еще петлю сверху. так. Почти все готово и остается самый главный виновник торжества. Хочется его зажечь и посмотреть, как будет смотреться наша необычная конструкция, украшение, подвесная свеча. Нужно аккуратненько ее поставить, чтобы она ровно постояла у нас. Сейчас она разгорится. Если выключить свет, мне кажется, будет смотреться очень красиво, необычно. У нас получилась вот такая необычная свеча. Ну а мы прощаемся с вами. Увидимся на ОТВ в творческом мастерской. С вами была Полина Бахова. Невероятно, Кать, ты знаешь, я в полном восторге. Давай что-нибудь еще полезное сегодня узнаем. Руслан, я только за, и поэтому смотрим полезные советы от нашего эксперта. Рубрика про здоровье. Доброе утро, уважаемые телезрители. И с вами я, Юлия Крюкова, в рубрике про здоровье. Сегодня хочу поделиться с вами любимым рецептом. Многие из вас по утрам пьют смузи, молочные коктейли или просто сок. Для того, чтобы утро стало бодрым и веселым, я рекомендую использовать ледяные кубики с эфирными маслами. Добавлять их стоит в сок либо смузи, который вы приготовите с утра. как их можно приготовить. Берете форму для заморозки льда, наливаете питьевую воду и в каждую ячейку капаете по одной капле. Это может быть мята, лайм, лимон, апельсин. Это должны быть эфирные масла терапевтического качества, которые можно использовать вовнутрь. Далее вы замораживаете свою форму и когда форма уже замерзла, представим, что это именно те самые замерзшие кубики, вы достаете их и используете по назначению, добавляя в каждый из стаканов вкусного и полезного напитка. Я желаю вам доброго, полезного и замечательного утра. Кать, ты знаешь, я стал настолько заряженным и позитивным, что готов парить навстречу новому дню. Руслан, смотри, не улети. Давай еще посмотрим бизнес-советы от нашего эксперта Юлии Чижовой. Рубрика про бизнес. Доброе утро, уважаемые одинцовцы. Сегодня мы поговорим про гранты для социальных предпринимателей. Чем же отличаются они от субсидий? Если говорить обычным языком, то субсидии это компенсация уже произведенных затрат, а гранты это предоставление средств для осуществления ваших неимоверных, невероятных планов. Если вы социальный предприниматель и понимаете, что в ближайшее время у вас запланировано открытие нового подразделения, какой-то новой услуги, если вы хотите расширить свой бизнес и все-таки являетесь социальным и входите в реестр, то гранты это точно для вас. К сожалению, вы можете воспользоваться этой услугой всего один раз, но зато вы получаете 500 тысяч рублей на исполнение и реализацию всего того, что вы хотите. Туда могут входить и арендные платежи, и также компенсация коммунальных расходов. Если у вас заключены прямые договоры с ресурсоснабжающими организациями, вы можете открывать новые подразделения, вы можете закупать дополнительное оборудование. Но в отличие от субсидий, гранты являются целевым финансированием, и вы точно должны знать, что реализуете тот проект, который указываете. Сроки проведения конкурса, а также прямые ссылки и инструкции вы можете посмотреть на нашем телеграм-канале «Мой бизнес» и «Денцова». Хорошего вам дня! Ну все, Кать, я знаю секрет успеха, он в том, чтобы провести утро вместе с нашими телезрителями. Все верно, Руслан. Удивительное рядом. Встречайте утро вместе с нами и узнайте много интересного. Пока! Пока! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Егорова Редактор субтитров А.Егорова Редактор субтитров А.Егорова